Прикольно. Классный видок из окна. Завораживает, восхищает и вдохновляет Арктика. На этот раз ледяная часть планеты встречала 87 школьников, победителей конкурсов и Олимпиад. На ледоколе знаний, учащиеся из Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга и Ульяновска. Не просто путешествия, а возможность развить навыки и узнать больше о пейзажах, которые открываются с палубы. Лекции и мастер-классы на протяжении всех 10 дней от выдающихся деятелей России. Сотрудники заповедника Русской Арктики, которые были с нами, они рассказывали о том, например, мимо каких островов мы проплываем. И с нами ездил Боярский, это знаменитый полярник, он покорил и Северный и Южный полюс. Он, например, каждое утро будил ребят, и он же прочитал лекцию на Северном полюсе. Впечатлений моря, а точнее океан, Северный ледовитый, о котором остались только теплые воспоминания. Когда ты понимаешь, что ты находишься среди десятков самых умных и талантливых людей со всей России, когда ты вместе с ними на Северном полюсе делаешь шаг вперед в будущее, ты осознаешь, насколько это знаменательный момент, как много он для тебя значит. Ульяновские школьники Богдан Солонец и Савва Хапман вместе с руководителем информационного центра по атомной энергии Ольгой Мартыненко поучаствовали в Северном вояже. Подарки от полюса, впечатляющие пейзажи, любопытные белые медведи, моржи, которые встречались на пути. Честно, вдохновил больше всего капитан, который максимально близко подошел к французскому круизному лайнеру и освобождал их ото льдов. Это было что-то невероятное, потому что он подошел настолько близко, что мы могли общаться, как мы сейчас с вами. Курс к новым целям уже проложен. Учиться, узнавать, путешествовать, ведь новый полярный рейс состоится уже в следующем году. Билеты на ледокол, эрудированность и стремление стать лучшим. Это особенно ценят в Ульяновском информационном центре по атомной энергии и готовы помочь подняться на борт. Маргарита Матюшинская, Алексей Юферев, репортер 73.